Да, здесь всё приходится делать руками. Склон площади Славы готовят к новогодним праздникам. Электромонтёры собирают металлический каркас для одной из самых масштабных светодинамических инсталляций города. Вес конструкции порядка девяти тонн. Детали до места переносили вручную. Тяжёлая техника сюда не проедет. На украшение уйдёт четыре километра светодиодной ленты. Сейчас отрегулируют посадочное место под ленту, чтобы всё было красиво, чтобы перепадов не было. Вот потом будем приезжать, крепить ленту. После прошлого новогоднего сезона все гирлянды удалось сохранить. Качественные, гибкие, они надёжно защищены от повреждений и выдерживают самые сильные морозы. Для украшения улиц в этом году закупили более 500 новых гирлянд. Часть из них выполнена с технологией дополненной реальности. Погрузиться в неё будет несложно. Около конструкции установят специальную метку с QR-кодом. Ждут самарцев и другие новинки. Новая консоль, которая устанавливается на Порох, будет на улице Куйбышево, на площади Куйбышево, на Старозагорье, на Авроре. Новая консоль. Потом приобрели новые два светящиеся дерева, которые будут на пешеходной дорожке на Авроре установиться, на новой, которую в этом году отремонтировали. На площади Куйбышево две новые фигуры будут установлены. Все работы по монтажу иллюминации специалисты должны завершить в течение нескольких недель. Планируется, что праздничными огнями Самара засияет в начале декабря. Иллюминацию будут включать и выключать вместе с уличным освещением. В некоторых локациях, с учётом обращений жителей, иллюминация заработает в так называемом режиме ночной фазы – до часа ночи с перерывом до шести утра. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.